Продолжаем выпуск. В нашей стране начались тестовые вступительные испытания в УЗы. Для их мониторинга привлечено 5232 специалисты из числа профессорско-преподавательского состава системы народного образования. В местах проведения тестовых испытаний установлено более 1175 видеокамер, а также более 120 специальных мобильных устройств-глушителей. Примечательно, что в этом году абитуриенты смогут узнать результат уже на следующий день. Списки поступивших можно будет увидеть уже 23-24 августа. Подробности в материале выпуска. Ответственный и волнительный момент. Аймер обратного отчета начал показывать время до конца вступительных экзаменов. Старт дан. Впереди у абитуриентов 3 часа, чтобы ответить на 90 тестовых вопросов. 5 локаций в столице, а это большие павильоны. Их более 65 по всей республике. Примут чуть больше миллиона абитуриентов до 14 августа. Это комплекс Ускургазма-Савдо. Он рассчитан на 1320 человек. Первая смена тестовых испытаний. Вторая началась в 3 часа дня. Около 100 наблюдателей не только следят за прозрачностью процесса, но и объясняют, как оформить все правильно. Не первый раз являюсь наблюдателем на вступительных экзаменах в УЗЭ. Можно видеть, что для абитуриентов создано все необходимое. И это не только просторные помещения, где никто не мешает друг другу, но и наличие необходимых принадлежностей. Абитуриенты разделены на группы. В каждой по 30 человек. И каждой группе прикреплены несколько наблюдателей. Сегодня мы старались ответить на все вопросы юноши и девушек. И, конечно же, следили за тем, чтобы не было нарушений. Абитуриенты остаются наедине со своими знаниями. Шпаргалки и телефоны не помощники и отстранят их от экзаменов. При проверке перед тестами используются специальные средства идентификации личности, оборудование видеофиксации, металлодетекторы, ДТМ и паспорт. Вот что необходимо. А еще здесь налажена система кондиционирования. За этим лично проследили специалисты УЗГидромета. 28 градусов со знаком «плюс» и не больше. При этом каждому необходимо разное количество времени, чтобы ответить на вопросы. Кто-то выходил уже через 10 минут, другие – через отведенные 3 часа. Я из Басталныкского района. Экзамены прошли хорошо. Надеюсь набрать необходимые для прохождения балл. Так как старалась правильно ответить на представленные вопросы. Все условия были созданы для нас абитуриента в процессе сдачи тестовых испытаний. Это радует. Я выбрала заучную форму обучения – Ташкентский областной черчигский государственный педагогический институт. При этом абитуриенты этого года продолжают удивлять. Чарлз Андаева из Бекабада пришла на экзамен со своим новорожденным ребенком. И такая возможность существует. Есть медицинская комната, где созданы все условия. А это те, кто пришел поболеть за своих родных. Как ни странно, их немного. Ведь можно проследить за всем процессом, не выходя из дома. На сайте test2019.us или же включить канал ДТМ. Отметим, что во время экзаменов задействованы более тысячи камер видеонаблюдения, которые помогут обеспечить справедливость. А также порядка 120 глушителей связи. К примеру, в этом помещении 54 камеры. А это уже из экспоцентра. Здесь также сегодня в две смены в штатном режиме прошли вступительные экзамены. Тысячи абитуриентов и самые разные направления обучения. Но обществ в этом году много. Абитуриенту разрешалось выбрать до трех вузов, в которые он хотел бы поступить. Однако при этом он должен придерживаться одной формы обучения. Позади остался первый день тестовых испытаний. И уже завтра первый результат.